Сейчас у нас на операционном столе стандартный набор для выполнения эндоларингеальных хирургических вмещательств, которые мы пользуемся так вот, это стандарт. При необходимости существует большое количество разнообразных и клинков, и инструментов, и приспособлений, которые мы используем в зависимости от ситуации клинической. Основных два клинка, которые мы используем, они отличаются тем, что у одного имеется загнутый носик кверху. Это позволяет нам лучше увидеть передние отделы гортани, комиссура. Если процесс патологический располагается ближе к переднему, ближе к отметке комиссуры, подскладочном отделе, использование этого клинка нам позволяет очень хорошо это все увидеть. Задние отделы или середину можно обычным стандартным клинком. Очклинок имеется два разъема, куда устанавливается световод с одной стороны и дымоотсос с другой стороны. И штанга, с помощью которого устанавливается на опору, которая стоит на операционном столе, не на грудь, а именно на опору надо ставить. Если опоры нет, можно операционный стол использовать. Раньше ставили на грудь, на грудину, но лучше этого не делать. Это все регулируется таким образом. Световод прикрепляется здесь, имеются различные варианты. Есть прищепка, есть стандартный и дымоотсос, чтобы вытянуть все. Вот этот стандартный набор и набор микроинструментов, которые необходимы в различных случаях, загнутые вправо, влево, вверх, в зависимости от ситуации. Есть такой инструмент, очень интересный, чтобы раздвинуть волосовые складки или вестибулярные складки, чтобы увидеть хорошо визуализацию подскладочного отдела. Это очень помогает, особенно в случаях, когда имеются рубцово-паралитические стенозы. И отсос, с помощью которого и коагулятор. Коагулятор мы еще пока не подключили, по ходу он тоже будет использован. И мы используем еще адреналин для того, чтобы аппликационно остановить небольшое кровотечение, которое возможно при хирургическом вмещательстве. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok